В прошлом видео мы показывали, как пересадить антуриум шерцера после покупки в магазине. А в этом видео мы покажем, какие могут появиться проблемы после пересадки. Прошла приблизительно неделя после пересадки антуриума. Вот мы смотрим, как он себя чувствует. Стоит заметить, что когда вы пересадили антуриум, вы должны его поставить в хорошо освещенное, но не солнечное место, и с этого места его лучше никуда не передвигать. С этим антуриумом, в принципе, можно сказать, ничего не происходило. У него все выглядит достаточно хорошо. И листья, и покрывала. Но единственное, что хотелось бы сделать, это прикрепить к цветочкам какое-нибудь крепление, потому что они, как видите, немножко опадают, и их очень легко сломать, потому что вот этот вот черешок, на котором держится покрывало, он очень хрупкий. Это крепление раскрывается, черешок заводится, можно завести два черешка. Прикрепили второй. Теперь смотрим, нужно ли поливать это растение. Сажали мы в кокос. Кокос, в принципе, очень быстро просыхает, но тут все по ситуации надо смотреть. У нас верхний слой просох достаточно хорошо, но горшок не особо маленький, поэтому видим, что нижний слой гораздо темнее, то есть влага еще там есть. Вот немного проглядывают корни, начали они потихоньку выходить, работать. Но низ совсем темный, то есть здесь еще достаточно влаги, и антуриум поливать не стоит. Я замечу, что прошла приблизительно неделя. Что хочется еще сказать насчет полива. То есть этот антуриум мы еще пока не поливаем. Может быть дня три или пять мы еще подождем. Но температура в квартирах разная. В зависимости также от времени года, когда происходит пересадка, время очень разным между поливами. От пяти дней до десяти, вплоть до двух недель. А сейчас покажем негативные изменения, которые могут произойти после пересадки. Ну, во-первых, это что самое незначительное, это пожелтение нижних листьев. Ничего страшного в этом нет. Лист этот все равно будет отмирать, поэтому можно вот так вот его даже руками отщипнуть. Этот черешок, он отсохнет потом сам впоследствии. Покрывало тоже начинает подсыхать. Но иногда бывает так, что после полива он восстанавливается и покрывало выглядит более здоровым. Далее такой момент. Вот у этих антуриумов очень важно сохранить точку роста. Вот это точка роста у растения. И очень часто происходят такие моменты, что она может либо засыхать, либо отгнивать. Растение все-таки еще молодое, точка роста находится не очень высоко. То есть стволик сам растения не очень еще пока длинный. И поэтому точка роста практически близко к земле как бы находится. Сейчас мы рассмотрим ситуацию, когда вот эта часть, она начинает гнить. И тогда происходят очень нехорошие изменения с растением. Вот на примере этого антуриума мы покажем. Сначала сгнила точка роста, то есть это вот это место. Потом отвалились практически все нижние листья. Их нет. Остался вот этот один лист. Здесь уже помочь практически ничем невозможно. Просто нужно дать антуриуму время. Возможно, в нем начнутся просыпаться спящие почки, и откуда-то снизу вылезет какой-нибудь росток. Вот как в этом случае, допустим. Вот из спящей почки расположены где-то внизу. Начал расти маленький лист. Но пройдет не меньше, наверное, года, прежде чем на антуриуме появится большее количество листьев. Поэтому надо запастись терпением. И самое главное, что поливать этот антуриум реже гораздо. Почему? Потому что листьев здесь гораздо меньше, а антуриуму меньше требуются влаги, и испарения тоже проходят медленнее. С корнями здесь все в порядке, можно их наблюдать сквозь стенки. Еще раз хочу сказать, что в принципе антуриум выходить такой можно, в котором осталось только вот один лист. Но, чтобы его не залить, и вот то место, которое отгнило, то есть бывшая точка роста, она должна быть наверху обязательно, находиться не в грунте. Потому что она очень легко может загнить. Теперь рассмотрим варианты, когда точка роста отсыхала. Еще один антуриум, он был более крупным, и точка роста у него была расположена гораздо выше, нежели уровень грунта. Она отсохла, к сожалению. На этом антуриуме было несколько листьев. Как видите, они внизу как бы расположены, вот они, крупные. А вот в этой серединке оставался просто пенек. Отсыхали периодически еще нижние листья, вот удаляли лист, вот этот черешок, можно легко его вытащить, избавиться от него. В общем, достаточно долго, приблизительно полгода, вот этот пенек стоял просто зеленым. Но после прошествия полугода на нем стали просыпаться спящие почки. И вот смотрите, сейчас этот антуриум будет иметь три точки роста. Вот один лист выходит, вот второй, и вот еще третий. Иногда стоит подчищать вот эти вот чешуйки, они мешают раскрытию листа. Но также легко можно повредить все вот эти листики или крывала. Поэтому очень аккуратно надо все это делать. Если вы не можете его отделить, лучше тогда не пытаться это делать. Вот эти чешуйки иногда надо удалять. Сначала листик выходит очень маленький, затем он увеличивается в размерах. Не всегда бывает, что он выходит хорошо, иногда с повреждениями, также в зависимости от времени года. Зимой иногда бывают часто такие повреждения. И далее лист увеличивается в размерах, становится гораздо выше. И черешок у него по длине становится длиннее. И сам лист, как видите, становится крупным. Такой момент, при смене грунта, именно с антуриумом Шерцера, происходят какие-то изменения, которые не всегда можно объяснить. Вот появляется такая пятнистость. Это не грибное заболевание, это не вредители. Просто вот именно у антуриумов Шерцера это бывает. Это какая-то реакция, видимо, на смену обстановки, освещения, смену грунта. Даже если подкармливать растение, лечить его, все равно это остается. Но потом растение приспосабливается и выдает уже более здоровые листья. Вот так же еще один антуриум Шерцера. Здесь сохранилась точка роста. Очень долго новые листья у него не появлялись. Цветы тем более. Только единственное, вот отсыхали периодически нижние листья. Вот мы их удаляли. Вот этот тоже можно, если отделиться, можно удалить. Вот сам отделился легко. И только спустя полгода появляется новый листочек. Скоро будем ждать цветения. Ну и теперь посмотрим антуриум, который уже ему года два. Антуриум цветет, значит все с ним в порядке. Как видим, старые листья, на них какая-то мозаичность присутствует. Но новые выходят уже совсем другого цвета. То есть растение приспособилось к этим условиям. И все с ним в порядке. Сейчас два крупных на нем покрывала. Антуриум и шерцеры в основном имеют очень большие покрывала. Все сорта практически. И с возрастом они только увеличиваются. Конечно, всякие дефекты в уходе здесь тоже были за время выращивания. То есть вот видим лист. Ну, впоследствии он нижний. Он удалится, ничего страшного. Внешний вид у растения от этого не испортится. Ну, в целом, вот растение, которое приспособилось и цветет.